У вас есть голосовые связки? Вы отличаете высокую ноту от низкой? Вы сразу чувствуете, когда человек фальшивит? Поздравляю, у вас, похоже, есть слух. А что насчет голоса? Далеко не каждый человек может красиво петь, потому это умение можно считать даром свыше. Наша сегодняшняя героиня любительски занимается вокалом, и у нее, безусловно, есть талант. Знакомьтесь, Анастасия. Девушка увлеклась вокалом еще в детстве. По рассказам бабушки, первые пробы голоса начались два года. Настя сначала научилась подпевать эстрадным исполнителям. Слова запоминала быстро, мелодию схватывала на лету, и вскоре уже началась задумываться о карьере эстрадной певицы. Влечение никуда не ушло, просто желание стать известной певицей со временем угасло. А вот любовь к этому виду искусства сопровождала Настю всю жизнь. Петь на публику, к слову, приходилось довольно часто. В семейном кругу такого не было, но в 2015 году я была свидетельницей на свадьбе, и на второй день, на первый день я пела им под аккордеон, два аккордеона было, и я им пела про коня. А на второй день они меня выставили на такой... Я точно не помню, это была стремянка или высокий стул, и я им пела Титаник. Правда, на русском языке, но пела. Ты помнишь Титаник на русском языке, прям слова знаешь. Помнила! Потому что песни уже давно даже не слышала, да. Сейчас сломания вспомнила. Ну вот когда твои вот эти вот детские игры превратились уже во что-то вот уже более-менее серьезное, когда стала появляться первая публика, которая не твои родственники, друзья, которые говорят, круто, а вот уже чужие люди, так скажем. Это было, я даже не помню, в 10-11 год нас мама отправила тогда учиться в воскресную школу. Мы сначала год отучились, то есть мы стабильно ходили в саму воскресную школу, у нас были занятия, потом отдельно, дополнительно мы стали ходить на хор, потом нас уже чисто перевели на хор. Пели-пели, пели-пели в церкви на праздниках, потом нас отправили в Тобольск. Ну это уже тогда уже началась такая более-менее аудитория после этого. То есть это вот прям церковный репертуар, вот эти все вот... Да, старогреческий, греческий, старославянский, все озвучивали, пели. Ну вот как вот атмосфера, там же особенно атмосфера на таких праздниках, да, допустим, выступать, вот с чем это вообще можно сравнить? Ни с чем, наверное. Нет, ни с чем. Почему? Потому что когда... Церковь, она же большая, там эхо такое большое идет. Даже когда там много людей, все равно, когда начинаешь петь хором, там идет такое звучание. Я даже не знаю, как это сопоставить. Это, наверное, как прийти в каком-нибудь, не знаю, филармонию или оперу, и когда они все вместе выходят, звучание хорошее, и очень приятно слышится. То есть, с одной стороны, уже можно понимать, что у тебя есть некое музыкальное образование по этой части. Я так понимаю, это не единственная учеба, которая у тебя была, вот именно в плане вокала. Нет. То есть что еще? Музыкальная школа там... Музыкальная школа, три года фортепиано я отучилась, потом я решила, то что мне не понравилось. Ну, сама сидишь, что-то играешь, мне это как-то скучно стало. Я ушла, и через год у нас открыли народное отделение. То есть не то, что танцы, а чисто хоровое народное отделение. У нас тогда было пятеро, по-моему, или шестеро человек. То есть я с ними начала вместе, потом через три года я закончила, они до сих пор уже и ездили, по-моему, за границу. Я точно не знаю, ездили, не ездили, но по России они уже успели съездить. У каждого человека есть способности. Их нужно просто-напросто развивать. Вот и все. Вот тогда не могу спросить, много споров в интернете по поводу того, что можно человеку научить пению или нет, если у него, допустим, нет данных изначально. Какие у нас данные? Слух, голос? Ну, если у человека есть слух, и он может как-то красиво распеть песню, я просто прям не буду вникаться в музыкальные термины, пару-тройку раз уже стабильно можно начать нормально петь. Потом уже даже профессионалы, они потом занимаются упорно-упорно, у них получается. Но если слуха нет, это опять же намного тяжелее будет. Но тоже реально? Тоже реально. Все реально, на свете все реально, ребята. Настя с недавних пор занимается студией вокала при Центре национальных культур. В компании с такими же увлеченными людьми она быстро освоилась и в скором времени вышла на сцену с профессионалами. Она говорит, что постоянно забывает слова, но слушатели не замечают неуверенности. Нежный, высокий голос завораживает с первых нот. Очень приятная, податливая, умеющая слушать, что немаловажно. В связи с тем, что не профессионал, я думал, что будут в принципе тяжело соприкасаться в работе. Оказалось, на лету хватает вообще в принципе все. Не важно, какие ноты там. То есть она не задумывается, так как она не профессионал, она не задумывается. Тяжелая нота, не тяжела. Она просто перед это делает. В этом плане, конечно, плюс. Огромный. Ну и да, природные данные. Я считаю, безусловно, у Анастасии есть талант. Ей нужно продолжать в этом же духе петь, выступать. Ну и, конечно же, больше улыбаться и радоваться жизни. Художественная самодеятельность. Так можно назвать то, чем занимается Анастасия. Разница между профессиональным вокалом и любительским исполнением для слушателя зачастую незрима, особенно если речь идет о безусловном таланте. Профессиональное исполнение требует от человека полной отдачи и, как правило, становится главным занятием в жизни. Любители в этом плане свободнее. Они могут реализоваться в чем угодно. Настя, к примеру, любит рисование и скалолазание. Какую музыку ты любишь исполнять именно? Я пока не спрашиваю, какую ты слушаешь, вот именно исполнять? То есть твой жанр, он какой? Что у тебя лучше всего получается? Честно говоря, то, что мне нравится, песню заслушала. Пока слушала, выучила, то, пожалуйста, какой. То есть нет ограничений в жанрах именно? Именно в этом нет, никаких ограничений нет. А слушаешь тогда какую музыку? Чаще всего зарубежную. У нас мало в русском, в России точнее, давайте так будем говорить, найти нормального исполнителя. Мне очень нравится Полина Гагарина. Мне нравится тот же Алексеев. Я правда не знаю, он, по-моему, с Украины. Если вслушаться, в принципе, в песню, в суть песни, то да. А так, в основном, зарубежная. Ну, если брать именно от нашего времени. Только популярная, я так понимаю, да? То есть это там не рок, не рэп, там не... А там уже под настроение. Нету какого-то определенного, то, что вот я слушаю именно эту группу, именно вот это направление. Я послушала где-то, нашла, в тех же новостях полистала, в Инстаграме наткнулась на видео. Находишь, слушаешь, послушала, надоела, перешла к другой песне, но чаще всего возвращаюсь. Как ты считаешь, для человека, который увлекается таким творчеством, да, вокалом, вот что достижение успеха для такого человека? Единожды выйти на сцену или, может быть, получить какую-то награду, а если награду, то какую? Что это должен быть за конкурс? Вот что? Вот для тебя что? Чаще всего для меня выйти на какой-нибудь конкурс это уже победа. Почему? Потому что выступать, выступать, а вот чтобы больше всего я боюсь это выступать. Потому что, когда ты выходишь на сцену, как бы хорошо ты не знал текст. Ну, это именно в моем случае. Как бы хорошо я не знала текст, как бы хорошо я не готовилась, как у меня прошла генеральная репетиция, я выхожу на сцену, я их не забываю. Порой доходит до того, что думаю, выключите, пожалуйста, музыку, что эти люди здесь делают. И я вообще забыла текст. И все, три, два, все, вспомнила, пошли. Все. А для некоторых получить высшую награду, для себя. Тоже просто выиграть конкурс или пошел на Евровидение. Не участвовала? Я участвовала в тринадцатом году в «Полярной звезде». Потом, потом, ну, потом у меня неудачно когда вышло. Потом, опять же, я опять не выходила, потому что, не, ребят, не, 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 а так, я даже в фестивале не помню. Чаще всего я выходила с нашим коллективом, ну, а так, если отчетные концерты, какой-нибудь идейный концерт и наши, пожалуйста, я вам выйду, потому что, в основном, туда приходили либо родители, либо преподаватели, либо, опять же, граждане нашего любимого города. Ну, все равно, когда приходили отдельные люди, мне как-то уже не хотелось даже. Ну, вот сама ты об этом сейчас начала говорить, публика-то, да какая для тебя самая комфортная публика, вот перед кем приятно вступать? Я одна. Пустая помощь? да, я одна. Я с бабушкой ездила в этом году в отпуск, да и вообще чем-то занимаюсь, я начинаю сначала про себя что-то выть, 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 потом что-то дальше, дальше, доходит момент до какой-нибудь кульминации, я там посуду мою в наушниках, стою, кричу, никому не нравится, я никого не слышу, я пою, поэтому удобнее всего для себя. Я смотрю, ты себя пробовала в разных, так сказать, вариациях, исполнения, то есть у тебя там и ансамбль, да, там хор, и дуэт, возможно, был, и сольно ты выступала, наверное, не видела, возможно. Вот тебе как комфортно выступать в группе людей одной, вот что тебе ближе? Либо одной, либо большим коллективом, потому что чаще всего, когда поют дуэт, опять же повторюсь, это именно на моей практике, когда выходишь с каким-нибудь человеком дуэтом петь, некоторые люди просто думают, что отпоешь, отпоешь, то есть если петь дуэтом, косяки намного лучше слышны, опять же, в моей практике, а когда выходишь огромным ансамблем, кто-то в этой стороне косячит, ребята, давайте все заново, и вы тоже косячите, давайте заново, и рубишь, 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 потом уже понимать, то, что давайте уже все, мы все, спели прекрасно, все усвоили урок, до свидания. Я так понимаю, на ресторанской сцене это недавно, а вообще у тебя какие-то вот перспективные планы есть вот в этом, мы тебя, может быть, чаще будем видеть, или может быть, у тебя какая-то идея есть, может быть, какой-то в своей голове пока крутится проект? Пока что нет, почему? Потому что месяц назад только начала ходить, то есть это возобновление практики, да, пока вспомнишь, что да как, но дома можно попеть, а так, если уже начинать нормально, это уже нужно каждую ноту там прослушивать. Я думаю, у человека, который ходит на сцену, рано или поздно возникали какие-то или неприятные, или смешные ситуации, или может быть, какие-то душевные моменты, когда там, не знаю, весь зал плакал, вот у тебя были какие-то такие интересные концерты запомнили? Это была «Полярная звезда», 13-й год, у меня там была очень красивая лирическая песня, цвели восторженно, сады кудрявые, и там что-то про паренька пилось, про гармошку, и, ну, как вот стандарт, куплет идет четыре строчки. Ведь начинается второй куплет, я понимаю, то, что я начала не петь те строчки, я два раза спела, а никто и даже не заметил. Я потом подхожу к своей преподавательнице, у меня слезы градом, говорю, я не спела, не спела, да? Нормально все. Я так же потом маме показывала, подружки ВКонтакте выкладывали, нет, все нормально, даже непонятно. Ну, ладно. Пока разговаривали, вспомнила дом где-нибудь на берегу моря, речки, возле гор. Люблю лазать по горам. Даже в лагере была в 13-м году в Харпе. У нас была, первая смена у нас была, мы лазили на Раис, а по второму сплавляли спасение. Так что рисование это у тебя не единственное хобби-то, как открывается, вот еще у нас туризм и скалолазание, так скажем, и так далее. Может, еще что-то ты не успела про себя рассказать? Да, вроде бы, все. Не вышиваешь кристиком еще? Не-не-не-не-не-не-не. Еще вот, напоследок, хотелось бы какой-то совет или пожелание тем ребятам, там, молодым девушкам, которые вот только-только ищут себя в каком-то творчестве, может быть, в том числе и в вокале. Что им можно посоветовать? Хотите заниматься? Занимайтесь, потому что спасет практика. Так, там, сходил, попел, два месяца прошло, сходил тоже два-три раза, попел, вернулся обратно, нет, так не будет. И здесь нужна работа, правильно? Здесь работа над собой и над голосами, связками. Она скромная, сама по себе, по характеру, стеснительная и скромная, поэтому ей смелость, все остальное прибудет, всему остальному можно научиться, надо быть смелее. Не бояться, а ступиться. У Анастасии есть стремление, поэтому она добьется всех успехов, я уверен. У нас есть такая хорошая традиция, мы с героем в конце всегда делаем памятное софи, предлагаю прямо сейчас запечатлеть себя для потомков. Ой, так. Смотрим. После этого попадется сети, как ребенка. Повстраивает? Нет. Хорошо. Анастасия, несмотря на отсутствие музыкального образования, прекрасно поет и уверенно держится на сцене. Если ваш друг также талантлив, пишите и звоните нам, мы обязательно о нем расскажем в нашем следующем выпуске. А на сегодня это все, это была программа Кислород, до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok